всем привет с вами канал art money и сегодня мы с вами будем рисовать гуашью очень давно мы с вами уже не рисовали гуашью и наконец-то порисуем возможно ролик разделиться на несколько частей потому что скорее всего он будет длинненький вот и давайте я вам расскажу что же нам понадобится конечно нам понадобится гуашь я использую вот такой вот гуашь она мне очень очень нравится уже в течение многих многих лет и даже посмотрите она 16 года сейчас у нас 2020 как бы она уже лежит 4 года но тем не менее она осталась свеженькая новенькая вот такая гуашь и плюс у меня здесь есть старенькая здесь 12 цветов уже вот я ей уже рисовала ну там немножко стало что-то я буду брать отсюда вот также нам понадобится белая краска у меня вот такая это чисто ашановская вот но она как выяснилось подсыхает быстро да то есть она восемнадцатого года но она чуть-чуть подсохшая посмотрим не знаю как бы с ней получаться надеюсь все у нас с вами получится так также нам понадобится вода необычная бутылка моя творческая тряпочка такая она уже замызганная но вот именно с ней у меня очень все хорошо получается так карандаш и вы берете карандаш который вам нравится который вас привлекает вот у меня такие вот стерка которая хорошо стирает и конечно же наши кисти вот они мои кисти какие-то я буду отсюда выбрать и буду вам показывать скорее всего наверное я начну может быть вот с этой это вот моя любимая кисть она уже такая вся потрепанная номер ее я не знаю здесь есть по моему подобие какое-то я покупала вот она наверное 14 наверное а ну да где-то так где-то 14 плюс минус может быть еще вот такой вот это синтез вот здесь вот щетина и синтетика этот который от реально есть и подходит для гуаши не белка там и так далее а именно синтетика и щетина так вот еще да вот это вот тоже прямая творческая так тут номер не знаю ну короче буду показывать кстати вот такие вот кисти еще очень классные это вот восьмерка посмотрите какая она это синтетика этот продается в ашане а перед первым сентябрем перед и немножко после недорого стоят там за штуку где-то во три штуки продается такие хорошие кстати очень качественно очень они понравились вот то есть я буду уже отсюда убрать и вам показывать что я беру вот посмотрим сейчас к поставлю себе обратно с какой мы начнем так и конечно же нам понадобится какой-то вот планшет меня здесь стоит планшет а это для того чтобы не испачкать вот видите пятна то есть он уже не отмывается чтобы нам не испачкать стол также вам может понадобиться малярная лента чтобы закрепить листочек красиво чтобы здесь был беленький ободочек вот но я не буду ничего использовать я уже привыкла так да так же кстати у нас еще и свет да кстати вот так будет наверное получше все таки вот и конечно же нам понадобится бумага акварельная смотрите бумага акварельная она имеет такую шершавую структуру не знаю вам видно или нет короче посмотрите у себя вы должны взять именно ту сторону где больше всего шершавая то есть вот тут она прям много шершавая а вот если перевернуть то здесь вот поменьше то есть то что поменьше мы кладем на стол а то что побольше взять шершавая мы на ней будем рисовать обязательно посмотрите это учтите потому что что ж у меня здесь такое то какие то всякие козявки лежат так и конечно же мы с вами начнем сейчас рассматривать рисунок сейчас я наверное ставлю маленький кусочек видеоролика как мы с вами его рассмотрим этот рисунок какое что как где и начинаем с вами рисовать так рассматриваем с вами рисунок смотрите здесь у нас то есть первый этап это небо потом вот маленькая горка она находится вдали следующие горы которые очень видны они должны получиться у нас очень красивыми и как мы понимаем свет падает отсюда вот она падает на гору сюда на гор сюда а тут получается у нас теневая сторона горы то есть вот она идет теневая потом нас проходит лес вдали тоненький поля там вдали дома есть маленькие кустики там не кустика на деревья горка у нас тут проходит снова поля тут какой-то каких-то цветов да здесь вот поля том же поближе находятся у нас есть дома тут один два три дома до деревья желтые деревья высокие то есть они доходят где-то как будто бы до середины горы даже чуть побольше потом же у нас тут перед передний план здесь у нас уже идет большая полянка полянка с маками травка у нас тут даже вот имеется сейчас попробую приблизить да вот так вот она весь а вот травка здесь тоже вот проходит травка немножечко вот то есть она есть и конечно же два больших вот этих дерева которые невероятно просто рисуются то есть получается у нас с вами этап 1 2 до 3 эти горы четвертый лес 4 5 поля у нас идут вот они 5 поля вот вместе с этими 5 до 6 деревья дома и 7 это этапов 7 еще у нас также проходит дорога вот угла и она там уходит куда-то симпатичная майки здесь у нас про видны четко а там вдали уже видно чуть-чуть внимательно рассмотрите эта картинка еще будет в контакте и также с вам понадобится вами сможете написать я вам ее пришлю по почте инстаграме вконтакте так начинаем разделять где-то у нас так давайте наверно начнем вот снизу все таки это мы с вами тут поляночка идет да она у нас с вами идет немножечко наискось это вот так вот немножечко наискось идет так ну здесь конечно у нас с вами идут где-то от серединке даже не от середины нам где-то так отсюда во разное строение там небольшие это строение так тут мы с вами строение помечаем еще идет дорога кстати она как-то прям более согнута так вот даже еще немножко так вот так так тут у нас значит идет там у нас потом идет вторая часть далее где-то как раз вот она проходит над нашими строениями да в принципе идет довольно ровненько и где-то вот отсюда уже поднимается угородчик у нас и вроде бы как есть еще какая часть ну да она наверное должна была должна быть какая-то там часть еще продолжается да и немножечко уходит вот сюда к этому строению нашу вот так вот а знаете еще лучше всего стирать сразу потому что потом сейчас вы помните какая линия была правильная а потом вы попозже уже забудете какую же вы линию сделали правильную так 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 тут у нас как раз на этом соединение получается даже наверное чуть-чуть может быть вот так вот по него где-то вот так вот на них у нас на этом соединении вернее находится тоже строение вот правильно вот так вот так даже красивее по-моему там там тоже строение какое-то так 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 тут у нас строение какое-то это и конечно же у нас идет вдали разные деревья мы их просто пометим вот так вот они идут у нас по всему периметру да по всему по всему где-то да вот так вот и тут чуть-чуть вот так вот побольше так домики мы с вами потом прорисуем дальше горы где-то ну горы можно уже не особо копировать наверное как вам захочется где-то они поменьше где-то они вот тут поменьше чуть-чуть здесь где-то тут вот к концу у нас идет немножечко побольше горы вот так вот здесь вот немножечко меньше да гора идет как раз и вот тут она у нас заканчивается вот так вот заканчивается тут у нас потом будут еще деревья и за ними будет не особо видны горы так горы за горами идет у нас вулкан нет не вулкан тоже горы тоже гора идет вдали потому что я шучу просто немножко у нас вот так вот идет может быть вот так вот небольшая такая она уже более у нас там вдали ее почти незаметно совсем есть то есть конечно же у нас основной уже занимает небо то есть у нас получается с вами небо раз да Один, два Сейчас с другой стороны То есть у нас получается с вами небо Один, два, три горы Дальше вот это вот четыре Пять Как раз получается поля То есть в принципе вот они тут пятая часть у нас, да? Тут идут у нас домики, тут тоже гора Вот она пятая часть Шестая Тут у нас идут с вами поля Кстати поля мы не прорисовали Там довольно Такие Далее Поля Так, пять Поля Тут у нас получается с вами тоже поле Такое, они все такие полукруглые Так, здесь у нас с вами тоже поле Так, здесь у нас с вами тоже поле И здесь тоже Там даже идут вот здесь вот деревца Рядышком тоже вот тут вот дерево И у нас идут, которые мы с вами тоже прорисуем И у нас идут с вами еще здесь вдобавок какие-то грядочки, которые мы с вами кстати тоже прорисуем Потому что карандаш можно стереть Потому что карандаш можно стереть Как бы проблем нету А вот Краской Потом это сложнее и это не у всех получается И это не у всех получается Частей Правильно? Правильно, наверное Надеюсь я не сбилась Так, и вот здесь у нас с вами будет дерево Также, кстати, надо не забыть о том Что если у вас картина получится Вы ее будете вставлять в рамку И там скорее всего в рамке придется подогнуть какой-то кусочек То есть с этой стороны у вас получаются дома Вы никак не подогнетесь А там где-то примерно вот столько Сантиметров сколько там, два Подогнуть То есть получается вот здесь вот значит Конечно, наверное, было бы лучше, если бы сразу обрезать эту картину И конковать как-то Но можно в принципе Здесь вот Так, сейчас посмотрим картину Рамку вернее Что у нас там с ней? Так, смотрите Вот она у меня есть Такая рамочка А, ну даже здесь Подгибать много, наверное, и не надо Здесь всего-то сантиметр Ну тогда нормально все Потому что я думала И тут где-то его ствол Вот так его ствол И У нас с вами здесь полукруглый Мы его с вами тоже прорисовываем Сразу, потому что потом Вы его уже Не сможете нарисовать Да, кстати, у меня ушел что-то вбок немножко Ну так возможно Он может так Уходить вбок Сейчас мы прорисовываем Прямую линию Рисуем с вами перевернутую морковку Где-то вот так вот Где-то вот так вот Вот С вами перевернутая морковка Получилось Вот так вот Немножко, конечно, он Сдвинулся у меня Чем не хотелось бы Так Так И наше второе дерево Оно, кстати, довольно близко стоит Вместе с этим Оно тоже, кстати, стоит наравне Сейчас мы рисуем ствол Рядышком Ровненько Наравне Но может быть даже немножечко Поближе к нам оно стоит Немножко даже пониже рисуем Оно немножко и побольше даже Так, и оно у нас с вами заканчивается даже где-то вот тут Опа Вот Вот Немножечко Сделаем Хвостик Ровнешочек Немножко, мне кажется, они Как будто уходят у меня вбок А, ну нет, в принципе, может нормально Так, также, кстати, если вы что-то видите Не очень, допустим Если вам кажется, что что-то у вас вбок пошло Есть три способа Которые можно это увидеть Первая, конечно, это у нас линейка Вы можете найти у фигуры эту середину И от края померить Так, где-то у нее два с половиной Чуть больше получается Ну тут, конечно, она у нас Ну да, она немного ушла у нас вбок Если у нас будет вот так, кстати, рамочка Ну, скорее всего, будет То Ну, не сильно захватит Вот, это у нас первый способ Второй способ Это посмотреть через смартфон, планшет Или телефон, включив камеру Там вы увидите какие-то свои недочеты И третий способ Это посмотреть через зеркало То есть берете картину Вот так вот Держите перед зеркалом И через зеркало смотрите Вот Так Что у нас там с вами дальше Так, давайте теперь прорисуем здесь Сразу Здесь у нас с вами идут тоже домики Держите 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 Так Ну, конечно, смотрите У нас получается, что домики Как всегда Это у меня бывает Закончились Слишком рано То есть тут остается пробел Ну, смотрите, как получается у вас И просто по размеру И больше домика я не могу сделать Ну, что, он будет совсем широкий Совсем длинный Тоже как-то не очень Вот Немножечко, видимо, у меня лист растянут Чем Та работа Так, наши домики с вами Так Да, так же у нас деревья идут Всякие там Кустики идут За домами Или над домами Может быть Там уже до конца неизвестно Там уже смотрите сами Ну, там, знаете, уже делать Если у вас что-то не получается Уже Так, как вы считаете Нужен Так, как, вернее Вы видите эту работу То есть, ну, в принципе Полностью копировать ее не надо Она все равно должна быть Немножечко быть Оригинальная Сделанная под Ваш стиль В принципе, ведь у каждого из нас Есть свой стиль Живописи Кто-то Рисует огромными мазками У кого-то они там поменьше У кого-то побольше Спасибо за субтитры Да, немножечко она у меня будет своя, пооригинальнее. Полностью, конечно, скопировать тоже не у всех получается, и, в принципе, этого делать не нужно. Так, все, смотрите, что у нас получается. Сейчас мы с вами смотрим полностью на всю картину, все ли у нас пропорции правильные. Тут у нас получается даль, дорога, да, наши с вами поля. Они у нас получаются вдали, мы это видим, что они у нас вдали, да. Горы, дальняя гора, поближе гора, да, дальняя гора, море, господи, море, небо. Так, наши деревья, они довольно большие такие. Ну, они находятся у нас на переднем плане. Тут у нас с вами деревушечка, да, небольшой кусочек. В принципе, конечно, дорогу можно сдвинуть, например, сюда. Ну, ладно, я эту не буду делать, но у меня такая. Так, теперь, значит, самый главный момент, теперь мы с вами все это начинаем стирать. Для чего мы это делаем? Чтобы под гуашью у вас не было видно вот это все. То есть не сильно мы стираем, а просто вот так вот. Чтобы это было все еле-еле заметно. Но не переживайте, вы все это увидите. Я уже рисую так не первый раз, поэтому я знаю. Вот. Все это остается, но оно еле заметно. Не знаю, вам видно было вообще что-то или нет. За этими лампами я вообще не вижу, что видите вы. Но я надеюсь, что вы его видели. Так, и все, по чуть-чуть, по чуть-чуть вот так вот стираем. Дорогу нашу. Так, ну вот. Так, ну вот мы с вами, смотрите, все стерли. Надеюсь, что вам было все это видно. Что я там стирала, что я там рисовала, очень надеюсь на это. Но в любом случае вы сможете эту картину скопировать сами себе на листочек. В принципе, здесь, в этой работе нет ничего особенного такого сложного. Не знаю, мне кажется, эта работа довольно легкая. Так, и мы с вами начинаем рисовать. У нас получается с вами несколько этапов. Мы начинаем с вами рисовать с неба, сверху. Почему сверху? Потому что вам просто рукой будет удобнее. Если вы вот здесь сейчас нарисуете, вы руку положить не сможете. Вы сразу спачкаетесь. Поэтому мы начинаем с вами рисовать сверху и пойдем вот так вот вниз постепенно. И, конечно же, поэтапно. То есть сначала небо, потом мы с вами будем рисовать одну гору, потом вторую гору. Конечно, говорят то, что художник должен рисовать не в каком-то одном месте, а одновременно картину всю. Ну, как бы вы рисуете так, как нравится это вам. То есть, ну, то, что люди там говорят, как положено, как надо. Это, как бы, это нужно учесть. Некоторые моменты разные. Но, тем не менее, вы рисуете так, как хочется вам. Единственный еще момент такой, то, что не должно быть все четко посередине. То есть, видите, да, то, что у меня дорога, она не посередине находится. Вот она у меня начало. То есть она довольно сбоку. Самое главное, чтобы у вас ничего не было посередине. Например, вы рисуете вазу. Она у вас не должна стоять строго посередине листа. Это будет некрасиво. Она должна быть у вас сбоку. Ну, и здесь, допустим, груша, или здесь, а здесь груша. То есть вот так вот. Это вот самый такой момент, потому что картина не очень становится красивой, когда строго посередине. Ну, вот хотя бы такие маленькие моментики. Так, и мы с вами начинаем рисовать. Убираем со стола все лишнее. Сейчас вы можете также включить просто музыку и рисовать под музыку. Мне кажется, даже вам так будет удобнее. Там в наушниках и так далее. Вот. Сейчас мы немножечко с вами начнем, а дальше уже вы, скорее всего, будете смотреть. Потому что одновременно разговаривать и рисовать это немножко сложновато. Так, у нас с вами понадобится для неба белая краска, желтая, синяя. Так, это у нас сейчас старая. Ой, тут еще водичка. Надо мне какой-нибудь стаканчик. Так, и начинаем с вами рисовать. Если нам нужно голубое небо, то, соответственно, мы начинаем раскрашивать наш лист белым цветом и сверху синим. У нас с вами тогда получается голубой цвет. Также вы можете голубой цвет развести на палитре. Вполне возможно, что вам она понадобится. Мне, честно говоря, она не нужна. У меня 9 штук их. Но я ими уже очень-очень давно не пользуюсь. Мне удобнее краску разводить там же на листе. Там же ее и делать. Как-то так мне удобнее. Все, давайте приступим. Будем с вами рисовать. Я очень надеюсь, что вам хоть чуть-чуть здесь что-то видно. В любом случае, вы сейчас начнете все это видеть. Также стираем оставшиеся недостертые детали. Но, в принципе, у нас уже все стерто. Только вот какие-то козявки остаются. Ну ладно, не в этом суть. Краски мы с вами приготовили. И, конечно же, берем кисточку. Да, наверное, я попробую начать сейчас с этой кисти. И, скорее всего, я продолжу. Так, где у меня? Так, это, наверное, слишком будет большая. Может быть, такая-то какая-нибудь. Или, а вот, вот эта вот, может быть, она немножко скачет. Либо вот эта вот. В принципе, смотрите, их одинаковых у меня довольно много. Но вот именно вот такую же вот кисточку я так не смогла найти. Еще, знаете, такой момент, если вам какая-то кисть очень понравилась, вы купили новую кисть, вы просто ее обожаете, идите в магазин и купите еще. Кисти, они не вечные. Смотрите, она уже у меня обломилась. Здесь она уже меньше стала, тут больше, больше она. Или стерлась она, скорее всего, может быть. Они не вечные. Купите еще штук 5-10. На самом деле, я очень жалею, что я не смогу, не купила вовремя, когда она продавалась вот эта кисть. А подобие, ну, смотрите, они совершенно другие. Вот эта вроде так похожая, но нет, она другая. Она более уже, более какая-то вот другая. Не смогла я так. Возвращаюсь либо к той, либо вот к этой. Ну, вот эту я, конечно, купила несколько штук у меня есть. Вот. То есть так вот здесь у нас 14-я. Ну, да, она, наверное... Да, 14-я где-то кисточка, 10-я, 10-я мало. Где-то, значит, вот эта 14-я. Начну я, наверное, сейчас с нее, и потом будет видно, чем я продолжу. Так, мы берем с вами белую кисточку, эту белую краску. И, конечно же, самое главное, сейчас сходите в туалет, покушайте. То есть все сделайте, что вам необходимо, чтобы потом сесть и рисовать. Потому что гуаша насохнет быстро, и потом вы отойти уже не сможете. Либо, когда дорисуете первый этап, первую часть, первую... Ну, короче, понятно. Так, мы с вами мочим эту кисточку не сильно, но чтобы она была мокрая. Здесь, конечно, тоже есть жидкость немножечко. Сейчас я ее вылью. А, здесь у нас вода. Хорошо. И... Так вам должно быть видно. И мы чуть-чуть набираем этой краски. Также проверяя, насколько, какая у нас с вами здесь краска, насколько она засохла. Вот мы набрали. И начинаем рисовать. Мы ее где-то наносим вот так вот. Наносим побольше. И, конечно же, рисуем просто побыстрее. И наносим беленькую. У нас с вами небо беленькое. В основном, кстати, не затрагивая наши горы. Здесь мы проходим. Здесь даже можно немножечко помокрее сделать, чтобы оно не так быстро сохло. Так, здесь у нас горы. Мы их обходим. Ай, куда ж ты? И здесь тоже. Лучше всего, конечно, когда гуашь свежая. Немножко. Ай, чуть попала. Здесь мы с вами тоже их закрашиваем. Я потом объясню, почему. Хотя, ладно, давайте сразу объясню, почему. Потому что, может быть, потом получится так, то, что у вас со всех сторон все закрашено. А когда вы начнете раскрашивать эти деревья, у вас получится некая ступенька. Она будет очень сильно видна. и как бы картина уже будет не настолько красивая, не настолько качественная. То есть, обязательно, да, обязательно вот тут вот, где горы, тоже сглаживаем, чтобы у нас было все вот тут вот сглажено. Чтобы не было никаких ступенек. Так, ну вот, мы с вами нанесли белый цвет. Пока у нас с вами еще не высох, мы этой же кистью засовываем кисть в красный цвет. И вот тут вот делаем небольшие мазюки. Вот так вот. Мне нравится. Чуть-чуть здесь. Чуть-чуть вот тут она проходит. Той же кистью мы влазим обратно в белый цвет. И все это закрашиваем белым цветом. Небо, кстати, это самая такая часть, которая очень-очень легко делается. Все, вот так мы сделали. Немножечко у нас еще здесь вот такая розовенькая. Так, теперь мы с вами влазим той же самой кистью в синий цвет. И у нас с вами сверху чуть-чуть синенького еще есть. Чуть-чуть мы тут положим, тут положим и тут. И все это снова так вот размазюкиваем, чтобы у вас было красиво. вот так вот. Если вы увидели, что вас тут слишком много, совываем кисть в белую краску или даже моем кисточку заново. постукивая ее по баночке, вы можете довольно быстро ее помыть. Чуть-чуть и где-то у нас теперь получается желтый цвет или может быть цвет охры. Попробуем желтый. прям смеженький еще. Он получается где-то над голубым. Это я тут положу, тут, тут, тут. И немножечко вот здесь вот. Вот с этим. Так. И раскладываем его в наше небо. И, конечно же, у нас еще вот тут осталось тоже белый цвет. обязательно доводим краску до конца, чтобы у вас тут тоже все было идеально. чтобы у вас тут все было хорошо. Так. Вот здесь тоже у нас чуть-чуть. Тут у меня много взяла. Тут у меня будет беленьким чуть-чуть. Он не беленьким. Желтенький. Чуть-чуть красненького. Внимакиваем белый. Смотрите, прям получается у меня такой некий закат. Так, мы чуть-чуть моем кисточку. моем кисточку. Молодец. вот смотрите получается у нас такое вот небо тут можно не казалось что у вас бумага просто осталась белая такое смотрите красивое небо получилось у меня вот ну и конечно же здесь вот мазюки немножечко сверху то есть как я говорил так должно быть потому что у вас может получиться здесь некая ступенька то есть получится что вы краску до сюда положили потом вы начнете класть краску здесь и здесь будет видно что тут что-то не так вот это я уже поняла на собственном опыте у меня есть одна картина где это очень заметно это очень некрасиво конечно сама работа интересная но взгляд бросается на этом так теперь мы с вами начинаем рисовать горы и уже я не буду комментировать я буду уже просто рисовать потому что у меня ролик затянется очень 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 надолго и также вы можете написать мне в комментариях я могу это следующий раз когда буду рисовать включить трансляцию и мы можем с вами рисовать вместе но это может затянуться все на 5 часов на 10 часов то есть как то так скорее всего я сделаю там потом в быстром режиме потому что это будет слишком долго все вот у нас уже сейчас там все высохнет это у нас и все хорошо будет ваши деревья кстати они видны вот он карандаш даже стертый карандаш но вот я вижу что они вот они есть деревья но там в принципе вы их особо никуда не спутаете не денете и продолжаем рисуем то есть о 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok